Где этот, блядь, бидерский канал официальный, блядь? Я чё, если просто так, блядь, видео не смотрел, сука, весь день? Репорт. Да завали, ебало, нахуй, своё уёбище, блядь. Совсем? Блядь, ты чё, ёбнутый, сука? Так, блядь. Песня о зубре. Понял. Совсем скоро стартует временная глава одиннадцатого сезона боевого пропуска «Песня о зубре». В ней у вас появится возможность получить премиум-машину совершенно бесплатно. Ну, как-то, блядь, блядь, ты играл в реддиагоге «Ктион-2», если не... Спасибо большое, да, как-нибудь. Спасибо большое. А также приобрести улучшенный боевой пропуск не только за золото, но и за свободный опыт. В этот раз наградным танком стал польский тяжеловес восьмого уровня 56ТП, который доступен в базовой прогрессии наград. А дополнит его грозный образ уникальный стиль «Песня о зубре», вдохновленный средневековой поэмой, воспевающей величие благородного зверя. В дополнение к стилю игрокам станет доступна специальная задача, с помощью которой они смогут получить множество дополнительных наград. Но об этом чуть позже. Временную главу необходимо активировать вручную, чтобы начать вкладывать очки в ее прогресс. Сделать это можно, даже если вы не прошли или не начинали предыдущие главы. Внутри вас ждут 50 этапов с различными наградами, включая боны, кредиты, обычное и трофейное оборудование, и танкового премиум-аккаунта, и другое игровое имущество. И впервые только в рамках временной главы у вас появится возможность приобрести улучшенный боевой пропуск не только за золото, но и за свободный опыт. Обалдеть. И получить доступ к большему количеству наград и уникальному стилю. Стоп. Временная глава, как и остальные, заполняется очками боевого пропуска, который... Стоп. Только улучшенный можно купить за свободку. А этапы можно за свободку приходить? Вы можете заработать за участие во всех типах случайных боев, кроме генерального сражения. Дополнительный же источник очков — это ежедневные боевые задачи. Стоит уже сейчас обратить внимание на прогресс по особой задаче и приблизить ее к завершению, чтобы потом вложить дополнительные очки именно во временную главу. Также помните, что при игре на ключевой технике и при достижении лимита на танках вы сможете получить еще больше очков. Еще больше. До старта главы остается неделя. Самое время подготовиться, чтобы быстрее поймать неуловимого зуба. 56 ТП. 56 ТП. С виду он может показаться неповоротливым и неуклюжим зверем. Но это обманчивое впечатление. Подвижность — это то, чем поляк может гордиться. Все упирается лишь в максимальную скорость. За счет мощного двигателя разгон смешно происходит почти мгновенно. Почти. Танку не составит труда сменить фланг или отступить. Не пиздят. Причем закрутить этого порнокопытного не под силу даже самым шустрым противникам. Для своей защиты 56 ТП использует 122-мм орудие с... Странно. Выглядит, блядь, как 130-мм С-263. ...комфортными параметрами стрельбы, а также отличным пробитием и уроном. Отличный, да? 390 ТП. Моя мутанка небольшой. Небольшой, да? Небольшой ДПМ 14 секунд КД. Смотрите, у меня такой вопрос. И чтобы вы понимали, я знаю ТТХ этого танка. Я еще три недели назад знал, что это дерьмо будет за марафон. Смотрите. Вот у нас в игре есть 122-й. 122-й. Что такое 122-й? Это СТ в теле ТТ. Да, он едет как ТТ, блядь. Ну, как ТТ с хорошей подвижностью. Он нихуя не поворачивается, блядь. Он, по сути, огромный, нахуй. И у 122-го есть пушка, которая быстро сводится, да? И там нету ДПМа. Вот этот кусок дерьма польского, вот этот кусок хуйни, это ТТ в теле СТ. То есть 122-й это СТ в теле ТТ, а этот ТТ в теле СТ, по сути. Ну, он херовенький по подвижности, если мы рассматриваем его как средний танк, да? И вот у него то же самое, относительно нормальное сведение, и нет ДПМа. А теперь вопрос. Они взяли ТТХ 122-го, засунули его в новый танк, блядь, и продают его за фулл прайс. А теперь вопрос, нахуй, на засыпку. Вы даже сейчас верите, что пидоры из отдела баланса работают? То есть они берут новый танк, китайский, блядь, ставят на него польскую башню, это вот дерьмо 58-й за БП, они берут китайский танк 111-й, ставят на него чешскую башню, и это танк ВЗ-111 модель 6, и вы верите, что они работают? Они берут 113-й китайский танк, ставят на него башню от 140, от советского танка, это ВЗ-113 модель 2, который только на китайском сервере доступен, и вы верите, что они работают. Здесь они берут 122-й, просто рисуют новую модельку танка, выдуманную, блядь, беря пушку от 263, нахуй, и вы все еще верите, что они работают. Хорошо. 1614 единиц в минуту в базовой комплектации. При максимальном тюнке он становится значительно лучше, однако придется отказаться от оборудования на подвижность и стабилизацию, благо они здесь отличные. Так и получается, что танк создан не для прямой атаки в лоб, и не для дуэли. Ему комфортнее быть на дистанции и поддерживать союзников. А уже ближе к концу боя, когда противники не такие целые, можно и ринуться в атаку. Главное для теплокровного — быть хладнокровным. за высокой подвижностью. Вот если ВГ вот с этим роликом придут в лес, или где там зубры, ну реальные зубры обитают, вот от бидора из ВГ нихуя не останется. Потому что когда зубр... Зубр — это ж мощнейшее, охуевшее животное. Просто, блядь, это титан. Зубр — это титан, блядь. И если зубр увидит вот этот кусок хуйни, вот пришла группа бидорасов из Варгейминга в лес. Зубру реальному показать это видео. Всё, зубр останется, а ебланов из ВГ нет. Комфортным орудием прячется тонкая шкура и низкий запас прочности. Зайбись. Во лбу и борта всего 80 мм брони. Разменивать ХП или танковать корпусом, особенно на ближней дистанции, 56 ТП практически не может. Вот это молодцы. Они сказали, что он ХП разменивать не может. А почему? Размен ХП не зависит от брони. Размен ХП зависит только от одного, от вашего, блядь, желания. Вы теряете ХП, даёте в ответ. Всё. Так почему этот танк не может разменивать ХП? Потому что дебил, который писал текст, в очередной раз оказался дебилом, блядь. Что, блядь? Какой ебанат опять писал текст, блядь? Какой? Танковать не может особо, хорошо, принимается. ХП он почему разменивать не может, блядь? Потому что почему, блядь? Размен ХП это ты принял тычку, дал в ответ, блядь. Почему этот танк не может разменивать ХП, блядь? Он не может принять, блядь? Или он не может выдать, блядь, дамаг? Или что, блядь? Что, блядь? Кто текст опять писал? Какой сын шлюхи опять писал текст, блядь? Кому опять доверили, нахуй? Поэтому нужно использовать башню. Нужно использовать. И миллиметров уже больше. Больше. А её овальная форма позволяет без труда... У неё чё, блядь, маска 200 миллиметров? Так. Так. А вы в курсе, что у него маска 200 миллиметров, блядь, огромная? У него справа и слева от пушки 200 миллиметров? А там, где... Охуеть, так у него вся маска 200 миллиметров. Но только снизу и сверху, да хуя, блядь, они у маски. А, прикол, блядь. Не, ну нормально, захуячу. Это они молодцы, конечно. Куда танковать снаряды восьмых и девятых уровней? Но, как говорится, не обошлось и без нюансов. Командирская башенка имеет довольно большие размеры и всего 100... Во-первых, она имеет маленькие размеры, это во-первых, блядь. А во-вторых, нахуя мне вот сюда стрелять, если вот тут 200? 100 миллиметров брони. Ваша задача усложнить её выцеливание противниками. Старайтесь как можно больше двигаться и по возможности закрывать люк орудиям, пока вы на перезарядке. Давайте пересмотрим этот момент ещё раз. Больше двигаться и по возможности... Но ведь противник попал чётко в люк. Просто снаряд прилетел либо сквозь танк, либо снаряд улетел мимо. То, что он дёргается, то, что он закрывает стволом, ни на что не влияет. Крестик остался чётко на лючке. Дёрганье создано для чего? Чтобы уязвимая зона вышла из прицела. Уязвимая зона не вышла из прицела, а снаряд сквозь танк прилетел. То есть, таким же успехом этот танк мог стоять на месте, и снаряд точно так же улетел бы просто мимо, и всё. То есть, смотрите, точка, точка чётко на лючке. Сложнее её выцеливание противниками. Старайтесь как можно больше двигаться и по возможности... Точка чётко на лючке, блядь. То есть, про снаряд мимо улетел. То есть, с таким успехом он мог и не дёргаться, блядь. То есть, они что, показали, что в их бидорской игре точности нет? Так мы это и так знали. ...закрывать люк орудиям.